Слайд — это красиво, удобно, душевно, но не бесплатно. Все-таки при том, что сейчас у нас курс в основном на селфхостит решения, нельзя забывать и о проприетарных приложениях. Для тех, кто ленится разбираться, например, с Obsidian, можно посоветовать слайд, хотя что там разбираться, посмотрите мой курс по Obsidian, ссылка в описании. Итак, слайд — это упрощенная платформа для ведения базы знаний организации, ну или личных заметок. На бесплатном тарифе в принципе работать на нем нельзя. Поскольку есть ограничение в 50 документов, а документ — это по сути одна страница, пусть и бесконечно длинная. А вот стоит ли за него платить — не знаю. Посмотрите скринкаст, может поймете, что стоит. В первую очередь сервис для командной работы. Поэтому при заведении аккаунта вы заводите и команду. Кстати, для индивидуального использования я бы его не посоветовал. Уж если не Obsidian, то хотя бы Notion. В нем как раз нет ограничения по количеству документов, там ограничения с юзерами. Можно скопировать ссылку и приглашать людей в команду или сразу добавить коллег по адресу почты. Ну и собственно вот. Интерфейс стандартный, не перегруженный. Похож на Notion, да и накуда. Тут овервью, дискуссии, разбиты по темам. Ну такой форум внутри организации. Заходите в тему, общаетесь. В принципе, это можно даже сравнить с корпоративным мессенджером. Ну очень отдаленно сравнить. Зато по сообщениям есть широкая палитра инструментов промотирования. К сожалению, каждая тема засчитывается здесь как отдельный документ. А их на бесплатном тарифе, напомню, всего 50. Что лишний раз подчеркивает, что это не условно бесплатный инструмент, а в общем-то платный. Бесплатный тариф скорее для ознакомления. Тут собраны ваши приватные документы. Позже опишу разницу с публичными. Ну а тут, собственно, публичные. Документы, разбитые по каналам. Канал здесь — это, по сути, папка. И вот один из предустановленных документов, пробежавшись, по которому можно понять, как тут формируются страницы. Собака позволяет добавить кого-то из команды. Такой вот каламбур. Можно скопировать линк на каждый блок. Понятно, что здесь блочная система. Так, это у нас чек-лист. Двойной интер отменяет чек-лист. Ну и, наверное, бессмысленно рассказывать про все, что тут есть, потому что есть тут огромное количество блоков. И вызываются они слэшем. А вот тут всячески отметить кого-то, смайлики, дата, ну и так далее. Есть таблицы, просто таблицы и продвинутые таблицы. Продвинутые — это не Notion и тем более не Airtable. Но по меньшей мере сортировка есть и есть возможность фильтровать по содержимому ячеек. Вьюсов нет. Так, поехали дальше. Вот это удобная фича и это не отдельный документ, слава богу. Возможность комментировать документ. В комментарии можно указывать кого-то из коллег. Отмеченному человеку придет уведомление. Ну и тут собраны настройки по конкретному документу. История на бесплатном тарифе содержит только три последних действия. Можно не отслеживать апдейты. Ну, в общем, все примерно понятно для тех, кто знает английский. Кстати, я не нашел тут русской локализации и вообще переключения языков. Хотя в справке она заявлена. Так, ну и разберемся с правами доступа. Этот документ у нас изначально создан как публичный, то есть все в вашей команде имеют к нему доступ в качестве редактора. Понизить права до читателя на бесплатном тарифе нельзя. Создаем новый в публичном канале. Получаем также расшаренный на всех документ. Более того, можно опубликовать его в сети и он станет доступен вообще всем, у кого есть ссылка, но в качестве читателя. То есть редактировать его они не могут. Давайте попробуем перекинуть документ в приватный канал. И у него автоматически закрывается публичный доступ. Правда, расшаривание в сети не отключается, но его можно отключить вручную. В случае с ограниченным доступом вам нужно добавлять пользователей самостоятельно и доступ будет только у них. Кроме предустановленного приватного канала вы можете создавать собственные приватные каналы. Вот таким вот образом. Здесь же можно настроить доступ для всего канала и документы, которые вы в этот канал сложите, будут этот доступ наследовать. На канал выставляются не только редакторские права, но и админские. А также вы, как администратор, если вы администратор, можете права отзывать. Ну то есть удалять пользователей отсюда. Ну и последнее, о чем успею рассказать, хотя в принципе рассказал почти обо всем. Вот здесь уведомления. Свернуть, развернуть панель. И здесь настройки. Личные и настройки команды. Не с первого раза можно понять, где они прячутся. Ну и еще раз. Если вы готовы платить деньги, то можно смотреть в сторону слайда. А может быть и в сторону Notion. Посмотрите, сравните. В том числе цены. В Notion, по крайней мере, более продвинутые таблицы. А так только обсидианы. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.